В этот четверг губернатор Тверской области провел рабочий день в Санковском районе Тверской области. Глава региона посетил учреждения образования, культуры и спорта, а также объекты благоустройства. В Санкове побывал и наш корреспондент Наталья Чекет. Визит главы региона в муниципалитет начался с возложения цветов к обелиску. Вечная слава павшим за родину. Здесь рядом расположен межпоселенческий дом досуга, в котором сейчас проводится капитальный ремонт. Культурное учреждение должно стать местом проведения различных поселковых мероприятий. Нам без Дома культуры нельзя. У нас много коллективов детских и есть взрослые коллективы. Наши люди с удовольствием ходят, поют, пляшут. И очень много зрителей собирается. У нас такой фестиваль кроха, когда собираются воспитанники детских садов. На 8 марта показывает своим родителям, бабушкам, дедушкам свои концерты. Полный зал у нас 300 мест и бывает, что даже места стоячие. По поручению губернатора в Доме досуга планируется установить новые кресла, проекторы, звуковое и световое оборудование и модернизировать систему отопления. Следующим объектом визита стала средняя общеобразовательная школа номер 9. В 2021 году ей исполнится 120 лет с момента открытия. За прошлый и текущий год в здании провели ремонтные работы, заменили окна, обновили водопровод, установили систему видеонаблюдения. На 2022 год у нас запланирован ремонт туалетов нового здания, запланирован ремонт у нас фасада, сейчас готовится проектно-смертная документация, проводится текущий ремонт за счет средств муниципального бюджета. В школе Игры Рудене осмотрел кабинеты, столовую, школьный музей, библиотеку и спортивный зал. Глава региона обратил внимание на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. В некоторых классах школы установлены рециркуляторы воздуха, всего 10 приборов. Губернатор поручил обеспечить обеззараживателями каждый кабинет, а также спортивный зал. Кроме того, Игорь Рудене высказался о необходимости строительства новых объектов образования. Следующим объектом должна, конечно, стать современная школа в поселке Санково. И уверен, что и жители, и все, кто сегодня трудится в Санково, я думаю, что все примут активное участие в развитии программы местных инициатив. Потому что и комфортная городская среда, и образование, и спорт – это все сегодня необходимые условия для развития муниципального образования. Недавно в Санкове ввели в эксплуатацию многофункциональный спортивный зал. Он строился по НАЦ-проекту «Демография» и рассчитан на 200 посещений в день. Для того, чтобы дети могли заниматься разными видами спорта, предусмотрено три вида площадок с разметкой на волейбольную, мини-футбол и баскетбол. И в скором времени в спортивном комплексе планируется организовать секции и кружки. Из футбольной команды 17 человек. У нас здесь в Санковском районе своя футбольная команда, хоккейная команда, состоящая из 13 человек. Группа Тэквондо, дети занимаются 65 человек. Все здесь будет располагаться, всем будем заниматься. Во время осмотра губернатор дал ряд поручений. В частности, улучшить систему вентиляции в здании, установить современное спортивное оборудование. А на территории ФОКа разработать проект благоустройства, в который войдут работы по озеленению и созданию велопарковок. Сегодня мы видим достаточно хорошее качество. Ответственные отношения и строителей, и тех, кто принимал участие в комплектации этого объекта. Полагаем, что теперь этот объект будет пользоваться большой популярностью. Центр поселка Санково благоустраивается по нацпроекту «Жилье и городская среда». В прошлом году на площади появились пешеходные дорожки, высажены кустарники. В этом году здесь уложили новый асфальт, смонтировали освещение, а также появились дополнительные камеры видеонаблюдения. По поручению главы региона, благоустройство центра Санково будет продолжено. Продолжение следует... Продолжение следует...